Я не знаю зачем. Ииии! Ииии! Пакс уничтожит человечество. Да, ребята, я прошел сценарий, где все. Это было очень легко. За вирус. То есть за грибок не надо, а вот за вирус надо, ребята. Привет, народ! И по вашему заказу мы сегодня продолжаем играть в Plague and Wolf. Официальные сценарии, которые у нас с вами добавили с воркшопа. Итак, перед этим, перед тем, как сделать новый видеоролик, я вам пообещал показать, как пройти коровье бешенство. Сейчас я вам покажу, что я его прошел. Официальный сценарий, вот. Я прошел коровье бешенство. После того, как я сел за него, у меня это заняло час двадцать. Серьезно, я час двадцать проходил коровье бешенство. Я не сделал... Я сделал для вас видеоролик, но потом я подумал, зачем, если у меня есть сейфы, да? Давайте я вам быстренько, прям реально фастом покажу, как это пройти. Значит, вот это... Ну, это можно удалять. Это грибок был. Так. Вот, значит, у меня этот самый, как он называется? Прион коровье бешенство. Загрузим этот сейф. Короче, я проходил на средние сложности. Вот. Значит, смотрите, в чем была суть. В самом начале нам нужно убрать абсолютно все вот эти вот симптомы. Для этого берем ионизацию, чтобы нам получать дополнительные ДНК-поинты, да? И берем дарвиниста, чтобы эти симптомы сами качались. То есть для нас это будет халявная ДНК, а также симптомы потом сами будут мутировать. Значит, что я брал? Я качал птицу, рыбу, нет, я баранину не качал. Смотрите, птица, рыба. Потом я качал кукурузу, герметизацию полностью, рис, картофель, баранину. Ну и, конечно же, в умениях я качал перекрестную инфекцию и распространение семенами. Когда вы вот эти вот две штучки прокачаете, у вас откроется доступ к... Вот вообще ко всей этой ветке полной. Вот. Так что рекомендуем. Ну что еще? Устойчивость к лекарствам. Точнее, генетик харденинг. Вот. Качал. Ну и, конечно же, симптомы я откатывал как только мог. После того, как вы начнете уже заражать население, как видите, вот сейчас я нажму большую скорость. Вот, видите, да, заражение уже пошло, пошло, пошло. Болезни копятся, копятся. Можно прокачать либо молочные продукты, либо пшеницу. Не-не-не, качайте именно пшеницу, потому что вегетарианцы. Ребята, вегетарианцы, вегетарианцев тоже надо заражать коровьим бешенством. Вот я к чему. Так что помните, что вегетарианцы это та еще сила на самом-то деле, вот. Ну, как я сказал, час двадцать. А, да, и еще, откуда я начал заражать? Я начал заражать с, 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 блин, США, вот. В США я начал заражение, а потом уже так пошло-поехало. Сначала я прокачал, по-моему, свинину. Ну, да, вот, вот, я вспомнил. Я прокачал сначала свинину, потому что я решил действовать по тактике Макдональдс, короче. Вот, пошло заражение и потом уже в Россию перешло, понимаете? Из США в Россию, да? Ну, потом, соответственно, птица, рыба, эти перекрестные, с семенами, картофель, рис. В общем, все дела, заражение пошло полным ходом, вот. В общем, желаю вам удачи. У меня это получилось почти реально за полтора часа. Это было жестко. Итак, у нас с вами открыто еще два задания. А, нет, смотри-ка. А какой хрен они открылись, если я не прошел черную смерть? Ладно, неважно. Итак, сегодня мы с вами посмотрим на сценарий под названием «Где все?». Почти все люди в мире таинственным образом исчезли, и никто не знает, как это произошло. Вознеслись на небеса, массовые похищения, самовозгорание. Да как-то, да как, да как так-то? К счастью, все же остались несколько тысяч людей, с ними все хорошо. Как же вы намерены распространять свою болезнь, когда нужно заразить так мало людей? Слушайте, ребят, а это уже интересно будет. Давайте я музыку чуть-чуть убавлю, которая там играет, хорошо? Так, вот именно музыку убавлю. Во, хотя бы на полтинник оставлю. Ну что, давайте проходить сценарий, где людей практически нету в этом мире. Мне, кстати, интересно будет, как это проходить. А, я могу выбрать, за кого заражать, да? Слушайте, по идее я могу использовать грибок, потому что... Его особенность в том, что он взрывается. То есть его споры взрываются, и распространение идет на множество других стран, скажем так. Давайте я попробую, наверное, за грибок. Попробую. Тем более, грибок обычно не палится, пока симптомы не появляются. Поэтому давайте начнем. Грибок. Значит, бонусный... Так, берем всплеск цитохрома. Ну, вы, я думаю, прочитали, да, уже, что это такое? Дарвинист также берем. Здесь у меня ничего нету. Ксенофил, гидрофил. Так. Ксенофил, гидрофил. Кажется, они не во влажном климате. Влажный климат, это что у нас вообще? Это... Африка, это, наверное, сухой климат, да? Засушливый. А влажный климат, это что это? Япония, что ли? Что-то около океанов, морей. Не знаю. Давайте возьмем гидрофил. Потому что я его не использовал еще ни разу. Так. И берем ионизацию. Да, чтобы больше очков у нас было. Let's go. Уровень, слушайте... Мытье рук обязательно. Генетика влияет на эволюцию, понимаете? Ладно, давайте среднее опять возьмем. Болезнь называется... Не, мои видосы. Нет, давайте назовем ее... Знаете что? Мало людей, типа... Аутизм. Я не знаю почему. Так. С лица земли исчезло почти все население. В каждой стране остались лишние большие группы людей. Как же теперь заразить этот мир? Выберите стартовую точку. 300 тысяч населения, вы понимаете? Зато, кстати, их убивать будет очень просто, я вам скажу. Слушайте, а людей-то реально нет? В России есть? В России полторы тысячи людей, понимаете? А в какой стране больше всех людей? Вот США, Бразилия. О, Аргентина. 7 тысяч. Откуда мне вообще начать-то можно? А как-то... А можно как-то проверить, где население всех больше? Ладно, давайте начнем с США, наверное, да? Да, начинаем с США. Аутизм распространилось на страну США. Так, я знаю, что такое грибок. Спасибо. Людей мало на этой планете, на самом-то деле. Ладно, сейчас что-нибудь попробуем. Так. Значит, симптомы мне никакие пока не нужны. Передача. Так, передачу будем делать спорами. Это способность, когда грибок взрывается, распространяясь в воздух. Окей, смотрим. О, видите? О, видите? Я говорю, здесь надо за грибок, ребят, проходить. Это... Это и так понятно было давно. Аутизм заражает все больше стран. Так, давайте еще дальше заражать. Извержение спор! Е, модафака. Капец, да? Заражение пошло. Несмотря на то, что заразнее туберкулеза, Так, теперь давайте берем... Знаете что? Берем воздух и воду. Будем заражать постепенно. Ну, давить просто особо не будем. Так, это что я заразил? Вот Россия тут есть. Блогеры требуют оплаты труда. Вы че, с ума сошли? А еще что-нибудь блогеры хотят? Может, звезделей от мамки хотят? Так, давайте, откатываем. Изи ПТСы, как говорится. Так, давайте, значит, взрыв спор еще возьмем. Вот это возьмем. О, видали? Пошло заражение аутизмом, ребята. Капец, заражение-то пошло. На референдуме Великобритания голосует за выход из Евросоюза. Тут, кстати, есть ачивка, типа, из-за болезни сделать так, чтобы Великобритания вышла из состава Евросоюза. Ну что, давайте последний взрыв спор возьмем, потому что больше, я думаю, бессмысленно брать. А, еще ж Гренландия. Фак мои, факин, фак, фак ю. Так, давайте возьмем теперь, знаете что? Устойчивость к теплу, блин, или... Не, надо... Слушайте, я не знаю. Нет, надо взрывать споры, пока я до Гренландии и до Канады не доберусь. Потому что там нету ничего. И у Исландии нету. Да блин, я заражаю Африку одну. Какой смысл заражать одну Африку, я не понимаю. Так. Ну, мир уже потихонечку заражается. Потихонечку, полигонечку. Анимея, так. Анимея, это халявные ПТСики для нас. Так, откатываем. Видите, ребята, болезнь грибка не палится, пока у нас нету симптомов. То есть, я это вчера еще понял. Это на изи проходить. Еще взрыв спор берем. Да что это? Я что заразил? Японию, понимаете? Я только сейчас Японию заразил. Суть в том, что мы, кстати, можем с вами фармить очки ДНК, щелкая оранжевые пузырьки. Я же взял, чтобы больше с них получать опыта. Надо заразу по воде прокачать, потому что уже тяжело. Канада не заражается, Гренландия не заражается. Даже Новая Зеландия еще не заражается. В Англии вот только начинается. Так, погоди. Давай еще взрыв спор возьмем. Я не знаю. Вот Испания. Синдром кашель мутировал. Кашель мне не нужен, спасибо. Изи ПТС. Четыре штучки. Ну, просто ждем. Просто ждем. Заражение пока идет. Лекарства еще не хотят делать, потому что они еще про болезнь ничего не знают. Ой, я заразил Филиппины. Так, а сколько мне надо для еще одного извержения? 15 очков ДНК. Я, по идее, даже ничего такого не качаю, понимаете? То есть, по сути, заражение пока идет и идет, а я просто взрываю споры. Так, сколько еще раз людей в мире там у нас? 75 тысяч здоровых. 24 процента. Так, не заражены. Канада, Гренландия, Исландия, Новая Гвинея, Новая Зеландия. То есть, странные, максимально далекие от Европы, да? Ну, так, максимально. Канаду, Канаду, ребята, заразили. Канада, отлично. Нужен один поинт. О, сыпь, отлично. Я рад, что сыпь мутировала. Так, берем с вами сыпь. Е-бой. Так, теперь давайте берем извержение спор, а дальше можно укрепление спор. 19 поинтов для этого надо. А, все, ребят, походу мы всех заразили. Да, все, извержение спор нам больше не нужно. Все, ребята, теперь просто ждем, когда весь мир будет заражен. Можно пока устойчивость к лекарствам какую-нибудь покачать, да? Или распространение в холодных странах прокачивать. Потому что, видите, да, три больных. Но это несерьезно. Не, Гренландия медленно заражается. Очень медленно. Да и Исландия на самом-то деле. Вот Исландия, это является, кстати, влажным климатом или нет? Мадагаскар, наверное, влажный климат, да? Так. Не, походу, кстати... Так, а сколько стоит вот эта херня? 21 поинт, прикиньте. 21 поинт. Ну, ждем, ждем, ждем. Пускай заражается, мы ждем. На самом деле, ребят, сценарий очень простой. Потому что мне дали выбор, какую бактерию прокачать. И, соответственно, я прокачал грибок. Взял, точнее, грибок. Грибок для меня был самым сложным на самом-то деле, когда я раньше пытался проходить. Но вот вчера, когда я посидел минут 40, да, поэкспериментировал, поиграл с ним. Ребят, это очень легкий вид бактерий, грибок. То есть, ты просто распространяешься с воздухом, и все. Дальше заражение идет чисто уже по воздуху. По воздуху, по воде, как угодно. И самое интересное то, что у вас нету никаких симптомов. А тяжесть у меня также равна нулю, видите? Ну, практически, да, равна нулю. Скрытость патогена, вот что самое интересное. Да, скрытость патогена... Но это только на среднем уровне сложности, скорее всего. На высоком уже люди руки моют, поэтому иногда болезнь может и это. Немножечко регрессировать, но для этого достаточно... Сейчас, секунду, я глаза протру, ребят, простите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Так, что у нас там пишут? Новые санитарные правила в богатых странах, которые сделают их менее уязвимыми для болезни. Отлично, так это здорово. Нет, так прикол в том, что я уже всех заразил, серьезно. Хотя, с другой стороны, зачем нам брать устойчивость к холоду? А, ну мы ее потом откатим, правильно? Италия оплакивает жертв землетрясения. Сейчас мертвые будут. Да, видите, 500 мертвых. Новая болезнь все распространяется. Врачи в Италии уже нашли новую болезнь. Ее необходимо изучить дальше. Блин, в Италии ее уже нашли. Фак. Начата разработка над лекарством. Да вы что, придурки, что ли? А мне что делать теперь? Аутизм под санитарным надзором. Южная Африка начинает разработку над лекарством. Италия закрывает аэропорты. Я думаю, уже пора начинать качать синдромы, потому что все очень медленно происходит. Короче, мне пофиг, я беру извержение спор. Давайте, болезнь с воздухом, передавайся. Кому-ему, зря я это сделал. Бессонница. Ну давайте брать бессонницу еще. Не, наверное, это будет неудачный дубль, потому что... Они запалили мою болезнь непонятно как. То есть, вчера, когда я проходил на средней сложности... О, смотрите. Нормально, пошло, пошло уже дело. Все, Гренландии конец. Осталось с Канадой что-то сделать. Потому что, видите, в Канаде вообще все прекрасно. Все, Гренландия заражается уже. А в Канаде людей-то потому что нету. Вот еще в чем дело. Тайная Олимпиада какая-то. Давайте возьмем симптом какой-нибудь на заражение именно. Так. Ну вот, давайте кашель. Кашель, потом можно чихание. Кстати, да, кашель и чихание можно было взять еще давно. Мадагаскар теряет убытство после цунами. Блин, они задрали лекарство свое готовить. Давайте, чихание. Канадцы. По-моему, канадцы реально последние, кто не заразился еще. Канада и вот Франция, например. Ну, такое, ребят, такое. Нет, скорее всего, это будет неудачный дубль. Видите, в Канаде нифига. Геном полностью исследован. Класс. В Канаде просто люди не заражаются. Такое чувство, будто они сами себя тупо изолировали, знаете. Ну, я на этом не сдамся. Если я сейчас проиграю, я потом... Ну, я имею в виду, я сейчас стартую новую, но это... Вырежу уже момент, как я добираюсь там до всего этого дела. Не, Канада медленно заражается. Я не знаю уже, что на самом деле делать. Хрен его знает. Киста. Айкер выпущен во всем мире. Да не, это можно уже заново начинать. Блин, они спалили мой патоген. Скотины, конечно. Ладно. Окей, я тогда переиграю и к вам сейчас вернусь. Ну что, в принципе, я всех заразил почти. Ну, я имею в виду, я на тот же уровень вернулся. Болезни еще мою не нашли. Давайте я вам покажу, что у меня тут творилось. В общем, на этот раз я взял взрыв-спор не полностью. Вот. Потому что я всех успел заразить. Устойчивость к холоду взял. Синдромов, естественно, нету. Ой, симптомов. И я взял воду и воздух в два. Вот. Я решил немного изменить тактику. Посмотрим, как оно сейчас будет проходить у меня. Ну, вообще, можно было бы взять еще заразность в жарких странах. Типа вот этого. 23 поинта надо. Ну, вы понимаете, как это много, да? А, кстати. Так я могу откатить, наверное, уже холодные страны, да? Потому что я же Гренландию вон заразил уже. Давайте откатим. Ну, пофиг, что мало поинтов дадут. Главное, что откатим. Во. А начал я, кстати, с Канады. Она меня в прошлый раз подвела, поэтому я начал именно с Канады. Так, Западная Африка заражается. Вот это дурацкая Ангола и Бацвана. Давайте я... Смотрю, сколько там надо. 23 поинта. Блин, это много. Самое интересное, что я взял воду, да, и воздух, а в Африке-то нет воды. Не, ну, блин, это не смешно, на самом деле. Я не смеюсь, вы не подумайте. Сыпь. Ну, это, конечно, хорошо, что мне дополнительные поинты капают, но этого мало, ребят, мало. Мир заражается очень медленно, очень медленно. То есть нам надо где-то 320 тысяч, а у нас вон только, видите, сколько еще. Я не знаю, почему именно Анголы и Бацваны так мало заражаются, серьезно. И опять, кстати, Франция, посмотрите. А, не, Франция уже полетела, да. Ну, потому что они находятся, наверное, в центре Африки, да? Вот поэтому так медленно все происходит. Ну, остальные, я смотрю, нормально заражаются. Вон, Новая Зеландия почти вся заражена уже. Зато, кстати, их убивать будет легко. Главное, поинты, чтобы были. Ну, убить их, это, это уже дело довольно легкое так. У меня карибы не заражены, прикиньте. Сейчас я возьму заразность в жарких странах, погодите. Мне надо еще один этот оранжевый шарик лопнуть. Мексика оплакивает жерст землетрясения, да пофиг. Новая болезнь, все распространяется. В Мексике нашли новую болезнь, да какого хрена вообще? Мексика закрывает аэропорты. В стране анархия. Чего? Какая еще первая смерть? Вы что, идиоты? 23 надо. Тошнота мутировала. Берем, что? Надо заражать, потому что. Блин, все равно медленно все происходит. А у меня, кстати, поинтов нету для того, чтобы убивать человечество теперь. Ну, исследователей пока нет. Смотрите, 33 тысячи человек. Не заражены? Посмотрите просто кто. Какие страны не заражены? Япония. Ну, Япония заражается уже. Вот, Ангола. Что-то уже пошло, наконец-то. Странно, я взял больше поинтов с оранжевых шариков, но... Блин, все равно иногда по одному прибавляется. Хрень по санитарным надзорам. Да, я переменал болезнь в хрень. Вот, Анголу уже пошло заражение, наконец-то. Я просто не знаю, откуда начинать. Бразилия лекарства начинает делать. Пошли вы нахер. Хватит. Какой нафиг Мадагаскар разработан лекарством? Там живут каннибалы одни. Про них, блин, фильмы снимают. Да, короче, мне пофиг, я начинаю качать кашель. Кашель и чихание. Давайте, кашляйте там друг на друга, алло. А, еще что-то в том, что людей-то мало, поэтому лекарства пока сложно сделать. А вот теперь уже можно. Сейчас заражение до конца пройдет, и я начну откатывать все поинты. Да, фэк ю, алло. А, все? Анголе конец? Да. 302 тысячи и ничего не меняется. Я кого-то не заразил. А кого я не заразил? 97 процентов. Не понял. Карибы, фэк. Я эти дурацкие карибы не заразил. Блин. Круто, да? Ага. Воздух тогда откатываю. Не знаю, что взрыв-спор брать еще один. Блин, походу да. Взрыв-спор. Вот, карибы заразил. Теперь берем чихание тогда. Да, они вроде начинают заражаться уже. Лекарство медленно делается, но тем не менее карибы также медленно заражаются. А я не могу начинать убивать человечество, когда заражаются вот карибы еще. Мне интересно, как они спалили мою болезнь, если я вчера проходил грибок и ее... О, кубок мира отменен. Вон, отлично. Просто у меня ее вчера вообще не палили. Тошнота мутировала. Ну все, карибы заражаются и фиг с ними. Двадцатка. Новые методы стерилизации на кораблях. Так я уже всех заразил. Сейчас жду, когда карибы заразятся. Ладно, я думаю, можно начинать уже. Так, четыре поинта откатываем. Че тут есть у нас? Подавление иммунитета. Блин, это дорого стоит. Четырнадцать поинтов. Четырнадцать поинтов стоит потери иммунитета. Ну это маленький летальный исход, если что. В мире не осталось здоровых людей. А че толку? Мне нужен оранжевый шарик теперь. Капец, они еще и ускорили разработку лекарства. Блин, нахрена я беру, чтобы оранжевые шарики больше приносили, если нихера не происходит? Ну то есть я как зарабатывал по одному поинту, так и зарабатываю. Может, конечно, грибок это не такая уж хорошая идея была, но я не знаю, серьезно. А мне даже откатывать нечего больше. Вообще нечего. Ну че, тупо смотреть опять, как болезнь... Меня раздражают эти обоссанные ученые. Триста тысяч на планете, но тем не менее. Так. Сейчас. Подавление иммунитета. Первые... Ну первые смерти-то начнутся вообще или нет? Первая смерть от болезни. Не, медленно все происходит. Очень медленно. Не знаю, если бы они только сейчас начали разработку над лекарством, может, что-то и получилось бы у меня. Забейте, я опять, походу, проебал. Да мне этот звук с санины достал уже. Полторы тысячи людей, охереть. Да, очень много. Ладно, давайте попробуем не через грибок, давайте я попробую через... Что там? Вирус, бактерия. Неогречный потенциал. Которую чрезвычайно трудно контролировать. Микроорганизмы, пробирающиеся в мозг. Давайте я пробую вирус еще. Посмотрите, что я сделал с помощью вируса уже. Заражение идет просто обалденно. То есть, смотрите, что мы делаем. Я взял воду, воздух. Эти синдромы уже сами появились. Умение я взял устойчивость к холоду. И вот сейчас скачаю генетик харденинг. Чтобы медленнее могли распознать. И, по сути, болезнь сама их убьет, если я возьму нестабильность вирусов в три. Вот, то есть, пока идет заражение, видите? Заражение нормально уже идет. Стой. Я даже не успеваю иногда нажимать, серьезно. Просто не успеваю нажимать. Мексика, разработка над лекарством. Потение. Так, теперь берем устойчивость к теплу. Чтобы заражение прям нормально так шло. Вот. Пока, офигенно, да, пока все идет вообще? Тошнота мутировала. Ну и давайте начинать, наверное. Берем нестабильность вируса. И берем потом этот... А, блин, 25 поинтов. Не, это много, кстати. Это очень много. Киста мутировала. Ну, ждем, короче. Ждем заражения. Анимия. Хотя, на самом деле, пересборку ДНК, да. Я бы взял все-таки. На самом деле, можно было бы взять подавление иммунитета. Да, я сейчас так и сделаю, наверное. Нарывы. Ну, то есть, видите, болезнь уже начинает прогрессировать. Системная инфекция. Капец, да уже заражение-то пошло. Первая смерть. Пневмония. Да иди нафиг с разработкой лекарства. Дай я тебе подавление иммунитета вкачаю. Лихорадка. Капец, вирус уже распространяется как. Берем подавление иммунитета. Так, а теперь давайте посмотрим. Значит, 39%. Так. Кстати, вирус, да, он неплохо подошел все-таки. Вот у нас есть Ангола. Что я еще не заразил. Так, давайте смотреть. Зимбабве, Ангола, Бацвана. А, ну так это фигня. Смотрите, Зимбабве, Ангола и вот где-то тут вот Бацвана. Так. Пускай заражается. Нормально. Начинается, начинаются смерти. Гемофилия. Люди умирают быстрее, чем заражаются. Так это нормально. Только все равно медленно это происходит. Поражение кожи. Главное, чтобы с лекарством сейчас что-то случилось. Нет здоровых людей в этом мире. Не, я скорее всего 5 не успею. Отказ органов, смотрите. Сейчас массовые смерти просто пойдут. Блин, 75%. Да ладно. Да какая устойчивость к лекарствам я уже все это дело сделал. А, погодите. Я смогу откатить лекарство. Сколько нам надо? 25 поинтов? Люди уже умирать начали. Внутреннее кровотечение. Все, откатываем. На сколько мы откатили? Было 85, стало 76. Слушайте, я прошел походу. Минус перестановка ДНК. Еще откатил. Все, все, все. Я выиграл. Я выиграл за вирус. Все, ребята. Грибок фигня. Берем вирус. Потому что он мутирует из болезней. Он сам болезни прогрессирует. Мутирует. Испания уничтожает зараженных людей. Сосать-пасать. Я прошел. Все, ребята. Это было прохождение. Ну, фиброз легких. Кстати, давайте почитаем, что такое вообще. Вот, например, фиброз легких, да? Смотрите, сколько симптомов уже. Так. Где этот фиброз легких? А, вот. Нет, отказ органов. Во. Смертельно при интенсивной физической нагрузке. А, дышки и кашель. Понял. Ну, все, ребята. Тысяча людей в этом мире осталось. Уже меньше. Так, берем еще поинты. Не знаю, зачем. И-и-и-и-и-и-и. Пакс уничтожит человечество. Да, ребята. Я прошел сценарий, где все. Это было очень легко. За вирус. То есть, за грибок не надо. А вот за вирус надо, ребята. Все, выходим. Все, ребята. Я прошел, где все. Теперь будем в следующий раз проходить уже другие сценарии. Наверное, летный клуб. Так что, такие дела. Ну, а с вами был Спектерино. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Плейганг Волф продолжается. Всем удачи. И пока-пока-пока.